Мы должны с вами поговорить, это уже конец нашего курса про мартингалы с непрерывным временем. Собственно, я уже объяснил в прошлый раз, по-моему, немножко какие-то проблемы возникают. Всякий раз, когда у нас время дискретно, у нас нет проблем, связанных с регулярностью траектории, если время непрерывно, то такие проблемы возникают, потому что функции непрерывного аргумента, они могут иметь разрывы, причем могут иметь плохие разрывы. Ну и с точки зрения приложений, если есть возможность исходный процесс заменить на стахастический, ему эквивалентный, а точнее, всегда стараются найти версию процесса. Я объяснял, в чем разница между стахастической эквивалентностью и настоящей эквивалентностью, когда мы один процесс заменяем на версию. Так вот, если можно найти версию процесса, с траекторией которого обладают хорошими свойствами, дополнительно хорошими, а что считается хорошими? Ну, совсем хорошие свойства – это когда траектории непрерывны. Но многие процессы, которые важные, которые возникают естественным образом в разных задачах, они все-таки не являются непрерывными. Например, процесс пассонных очень важный, один из самых важных процессов. У него траектории разрывны с вероятностью единицы, но, правда, в каждой конкретной точке с вероятностью единицы они непрерывны. При этом они, если посмотреть на отдельную траекторию, такая будет ступенчатая функция, возрастающая скачками равными единице. И там масса всяких интересных вещей. Ну вот, поэтому, в принципе, скажем, в теории Мартингала хорошим процессом считается процесс, траектории которого непрерывны справа. Дело в том, что совокупность функций, скажем, на заднем ограниченном интервале, которые непрерывны справа, и у которых имеется предел слева, так называемый кадлак функции, это сокращение от французского continue, adrovat, limita, goge, значит, это как раз и есть, что пределы существуют справа, пределы слева, а справа непрерывность. Вот такие процессы, они, их можно, класс этих, совокупность этих, не процессов, а функций, можно метризовать. Возникает то, что в литературе называется пространством скорохода. Вот, это полное сепарабельное метрическое пространство, значит, можно применять всю теорию слабой сходимости, например. Вот, так что, и вот нужно понять, в каком случае мы можем исходный, скажем, супер-мартингал, раз мы уже находимся в классе мартингалов и близких процессов, в каком случае, вот, у него есть хорошая версия. Вот об этом будет речь. Значит, ну, естественно, что вопросы эти носят такой технический немножко характер, поэтому они такие слегка занудные, вот. Но ничего, тем не менее, немножко надо будет об этом поговорить, чтобы представлять, что основные трудности на самом деле уже разрешены. Остались только трудности такого технического порядка, который, ну, общего характера. Вот, а основные такие принципиальные трудности, на самом деле, связанные с разными неравенствами мартингальными, которые были доказаны для дискретного времени, вот мы сейчас их будем использовать, и из них будем извлекать нужную информацию. Значит, итак, первый параграф, я не помню, говорил я или нет, регулярность траектории, да, было это. Но ничего больше не было, только введение было, да. Я ничего не формулировал, никаких результатов. Значит, итак, регулярность траектории. Регулярность траектории. Значит, итак, что у нас есть? Значит, вот обозначение, значит, так. Значит, как и ранее, только почти как ранее. Вот давайте введем такое обозначение. У, H, A, B. Значит, это число пересечений. Пересечений снизу вверх. Значит, я напишу вот так вот сокращенно. Вот интервал А, B. Интервал А, B. А H, это означает, что это множество, которому принадлежит параметр. Значит, давайте так. Интервал А, B функции. Давайте ее напишем. Т, X, T от омега. Значит, у нас омега фиксирована, у нас возникает траектория, возникает функция. Вот при T, принадлежащем H. При T, принадлежащем H. Ну, и аналогично определяется D, H, A, B. Значит, это все то же самое, только теперь уже пересечение сверху вниз. Вот. Ну, вот теорема 1. Теорема 1. Пусть X, T, супермартингал. Значит, я буду писать T, ну, не буду специально оговаривать, просто сейчас напишу. Значит, обычно, если вот это будет отсутствовать, то предполагается, что он задан на неотрицательной полуоси. Значит, итак, супермартингал. Супермартингал. Значит, теперь, вот мы берем счетное всюду плотное подмножество. Счетное всюду плотное подмножество. Ну, вот, и обозначаем I, но это то же самое, что H. Это будет интервал R, S. R, S, R, S, R меньше S, и R, S принадлежат вот этому S большому. Ну, и пусть число альфа больше нуля какой-то выбрано. Тогда, тогда, выполнены, значит, так, первое, тогда первое. Выполнены следующие неравенства. Место неравенства. Такие неравенства альфа на вероятность того, что супремум X, T принадлежит S, пересеченное с I будет больше альфа, не превосходит на отожидание модуль XR плюс на отожидание модуль XS минус. Вот это, пусть это будет номер один. Номер два будет относиться к оценке аналогичной вероятности для снизу, а снизу, то есть для инфимума, инфимум T принадлежит S, пересеченное с I, XT меньше либо равно низу с альфа. Здесь оценка такая, просто матожидание модуля XS, номер два. Далее, матожидание. Вот, теперь я использую вот то обозначение U. S, пересеченное с I, так, запятая AB, так, не превосходит математического ожидания XS минус B минус, по-моему, так, деленное на B минус А. И аналогичное неравенство для D. D, S, пересеченное с I, AB. Здесь будет внизу B минус А, а здесь матожидание XR минимум B минус XS минимум B. Да, вот так. Сейчас. Так вот поставим. 3, 4. Значит, что вы видите здесь? Вы видите здесь аналоги неравенств, которые были доказаны для конечного, для случая Мартингалов с дискретным временем. Значит, вот максимальные два максимальных неравенства для хвоста верхнего и нижнего и два неравенства для среднего числа пересечений полосы. Вот. Значит, это первая часть. Первая часть формулировки. Давайте вторую часть сформулируем. Вот все видно, нет? Я поднимать не буду, потому что начало там было. Так, дальше. Вторая часть еще есть у этой теоремы, которая относится к случаю, когда мы предполагаем, что траектории процесса непрерывны справа. Если траектории XT, ну, почти, наверное, естественно, непрерывны, ну, даже почти, наверное, можно просто непрерывны справа. Ну, да, почти, наверное, конечно, можно вставить. То тогда, то тогда вот это множество S, пересеченное с I в неравенствах, можно заменить на I. Ну, вот смотрите. Значит, доказательство фактически везде будет достаточно простым и непосредственно будет вытекать из соответствующих аналогов тех неравенств, которые были раньше. Значит, доказательство. Доказательство. Ну, вот смотрите. Пусть T какое-нибудь конечное подмножество S, пересеченного с I. Значит, T конечное подмножество. Тогда понятно, что вот эти неравенства, если я поставлю там, заменю S, пересеченное с I на T, это будут просто неравенства, которые были доказаны для случаев супер-мартингала, заданного на конечном множестве индексов. Это понятно? Согласны вы с этим? Согласны. Ну так, а дальше что? Смотрите, делается. А дальше берем семейство, расширяющееся семейство конечных подмножеств, которое, объединение которых дает все множество S. Ну, точнее, не все множество S, а все множество S, пересеченное с I. Понятно, что всегда можно сделать, поскольку S предполагается счетным. Вот. Ну и тогда дальше смотрите, что дальше значит. Смотрите, вот у нас возникает последовательность T, так, возрастающая, такая, что объединение этих TN дает S, пересеченное с I. И для каждого N у нас выполнено вот такое неравенство, при этом правая часть остается одной и той же, потому что крайние точки T и S одни и те же. Ничего не меняется, мы находимся внутри. Вот. Можно считать, что R и S это точки, которые принадлежат множеству S, чтобы... А можно даже это необязательно делать. И что у нас возникнет? Давайте рассмотрим первую вещь. Я воспользуюсь доской, а вы просто посмотрите. Вот представьте себе, что я вот здесь вот заменил на N, на TN. TN. Значит, левая часть постоянно, да, я начинаю теперь переходить к пределу при N стремящемся к бесконечности. Что можно сказать про соответствующую последовательность вот таких событий при переходе от N к N плюс 1? У нас множество, по которому берется супремум, увеличивается, соответственно, вот это событие будет только расширяться. Так ведь? Если супремум по меньшему множеству уже оказался больше альфа, то супремум по более широкому множеству тем более будет больше альфа. Значит, у нас возникает последовательность событий N, которые возрастают. Так? Вот они возрастают. и есть предельное событие. Это какое будет? Объединение всех N. Значит, N – это сокращенное обозначение для вот события, которое вот здесь выписано, вот для этого события. Это N. Ну и что такое объединение N по всем N? Это означает, что это будет в точности как раз событие. Смотрите, там строгое неравенство. Обратите внимание. Это будет в точности событие, что супремум по вот этому множеству S, пересеченное S, больше альфа. Вот. Так что вот это событие, это как раз и есть событие супремум по S, T принадлежит S, пересеченное S, и XT больше альфа. Вот. Поскольку правая часть не меняется, то по непрерывности вероятности у нас P от N сходится, возрастая к P от A. Вот. А поскольку на каждом шагу мы имели такую мажоранту, которая не менялась, то эта мажоранта будет мажорантой и для предельной вероятности. А это как раз то, что нам надо доказать. Это понятно? Вопросы есть? Теперь смотрите, ясно совершенно, что второе неравенство доказывается ровно так же. Только здесь уже будет расширяющаяся система событий, тоже по непрерывности вероятности. Теперь для случая неравенств 3 и 4 аналогичным образом, опять-таки правые части не зависят от выбора. Значит, вот если я здесь заменю S, пересеченные с I на T, то соответствующие неравенства будут вытекать из уже доказанного, доказанных результатов. А дальше опять-таки предельный переход. можно проследить, что левая часть в этот раз будет числовая последовательность возрастающая математические ожидания, которая будет мажорироваться фиксированным числом, так что при переходе к пределу проблем не будет. а случайные величины соответствующие вот здесь, когда TN мы подставим и будем переходить в пределы, дадут нам то, что нужно. Так что вот видите, здесь никаких проблем не возникает. теперь более-менее понятно, что подобным же образом можно доказывать в непрерывном случае аналоги и тех неравенств, других неравенств, которые нам встречались раньше. Например, вот давайте я сформулирую. Значит, например, такое. Значит, вот пусть да, значит, это еще только первую часть мы доказали, вторую часть мы еще, я вторую, про вторую часть я еще не говорил. Хотя, собственно, можно сразу сказать про вторую часть. Давайте, прежде чем переходить к пределу. Но действительно, если у нас траектории непрерывны справа, так, теперь вот эти неравенства мы уже получили. Но тогда посмотрите. Значит, единственное, что нужно сделать, вот этот интервал И, интервал И, РС, что там нужно? Нужно добавить крайние точки к множеству С, считать, что они включены в множество С. И тогда по непрерывности справа у нас просто-напросто соответствующее вот это событие будет, оно просто будет совпадать с событием, когда здесь вместо супремума по вот такому множеству, здесь С, пересеченное с И, берется супремум по множеству И, всему, по непрерывности справа. Это понятно. Такой же примерно переход, как я осуществлял по... Ну, просто с супремумом будут совпадать. Это понятно, да? Потому что у вас есть счетное всюду плотное множество, смотрите, вот омега зафиксировано, и у вас функция непрерывно справа. Непрерывно справа, значит, тут у вас что-то такое, а слева там я не знаю, что, в каждой точке. И вы знаете, что на счетном всюду плотном множестве супремум вы его знаете. Ну, так понятно, что супремум по всему множеству будет совпадать по непрерывности справа с супремумом по вот этому счетному подмножеству. Вот и все. Так что здесь можно заменить S, пересеченное с I на S. И так везде. Так, хорошо, теперь вот этот самый в качестве примера какое неравенство можно еще, аналог какого неравенства можно получить замечание. Замечание. Вот пусть XT непрерывно и справа супермартингал. Вот. И P больше единицы меньше бесконечности. тогда норма супремума XT T принадлежит I LP не превосходит Q на норму ну давайте так напишем на Q на супремум норм XT P T принадлежит I а это в свою очередь конечно в силу супермартингальности это будет просто Q на норму XS P вот неравенство дуба у нас было для случая дискретного времени ну вот здесь понятно что по непрерывности справа можно соответствовать с логикой того что было сказано раньше вы получите такое неравенство так хорошо теперь еще одна теорема теорема два в этом разделе такая дополнение пусть XT непрерывный справа супермартингал вот ну вот на и которая есть RS как и ранее тогда первое почти наверное его траектории не имеют разрыва второго рода почти наверное его траектории не имеют разрывов второго рода в литературе вместо разрывов второго рода иногда говорят осцелирующих разрывов ну понятно что речь идет об одном и том же это первое и второе почти наверное траектории ограничены на каждом компактном интервале на компактах ну вот может быть нехорошо вот это может быть вот это вот и не нужно наверное потому что если предположить что он только задан на конечном интервале так тогда во втором пункте не надо писать на компактах а просто достаточно сказать что ограничено с другой стороны если это можно убрать потому что это будет верно тогда на всей полуоси если у вас более широкое множество так хорошо так что значит вот эта часть подготовительная для того чтобы потом доказывать то что в конечном к чему мы идем мы идем к результату который дает условия при которых существует хорошая модификация нашего супер мартингала хорошая в данном случае это непрерывное справа и без разрыва второго рода значит слева тоже будут пределы это и будут вот эти самые его траектории тогда будут как раз кадлак функциями ну вот первая теорема это так сказать базовая основные неравенства мы их подготовили и перенесли на непрерывный случай вторая теорема которая говорит что если мы добились нашли непрерывную справа реализацию версию нашего супер мартингала то у него и не будет разрыва второго рода и будут ограниченные траектории на компактах очень хорошо это как раз и даст возможность в будущем вот применять теорию слабой сходимости использовать все результаты о пространстве скорохода о пространстве функций имеющих пределы справа имеющие непрерывных справа имеющие пределы слева вот ну вот для доказательства нам понадобится такая лемма лемма из анализа пусть будет лемма 1 я сейчас не помню сегодня видимо она одна будет лемма 1 лемма такая вот вот теперь уже пусть и это интервал и пусть f это функция из и вещественная в r1 ну вот тогда тогда f не имеет разрыва второго рода тогда и только тогда вот когда у вот здесь там речь шла о траектории процесса в обозначении числа пересечений снизу вверх вот здесь я добавлю f чтобы было понятно что речь идет о числе пересечений функции f у f i а здесь ab вот тогда и только тогда когда вот такая вещь конечно для любой пары рациональных точек а и b для любых a b а меньше b рациональные вот такая лима ну более-менее понятно как она будет применяться правда ведь у нас есть неравенство для среднего значения числа пересечений и из этих неравенств будет вытекать что с вероятностью единица у нас на компакте число пересечений будет конечно для нашего процесса вот ну и значит по этой лиме сразу получим отсутствие разрыва второго рода ну я сбегаю немножко вперед значит доказательства этой лимы значит у нас надо доказывать две вещи значит вот первая вещь это вот такой переход что если у нас число пересечений конечно то тогда нет разрыва второго рода интуитивно это должно быть понятно потому что если есть осцеллирующий разрыв правда то это как раз будет означать что найдутся такой рациональный интервальчик может быть очень маленький который будет наша функция пересекать бесконечное число раз ну и получим так что вот давайте предположим противное значит вот предположим противное значит предположим что существует разрыв второго рода в некоторой точке вот ну например значит предположим противное Например, пусть в точке Т нет предела слева. Про правый предел не нужно ничего предполагать. На самом деле в этой лембе не важно. Нет предела слева. Что это значит? Тогда вот что у нас найдется. Тогда существует ТН, возрастающая последовательность, которая сходится к Т, слева, естественно. Такая что? Вот лим-инф, нижний предел, F от ТН, который обозначается в данном случае С. Так, здесь N стремится к бесконечности, N нечетная. Так, будет больше строго, чем D, который есть лим-сюб. Лим-сюб, F от ТН. Здесь тоже самое, N стремится к бесконечности, но здесь N четная берется. Вот я нарисую картинку, чтобы было понятно. Вот точка Т. Здесь у нас есть последовательность ТН. Значит, как она строится? Значит, поскольку у нас нет предела слева в точке Т, ну, значит, у нас… Давайте, значит, тогда… Ну, как тут сказать… Интуитивно это должно быть понятно, что то, что написано, верно. Это означает, что… Хорошо, давайте так вот. Значит, это означает, что давайте, если мы рассмотрим верхний предел слева. Так? Верхний предел. Он может быть даже бесконечный. Я нарисую, как конечный. Но, во всяком случае, он будет строго больше нижнего предела. Они различны, правильно? Вот. Сейчас не нужно ничего рисовать, просто посмотрите. А дальше начинаем делать следующее. Значит, по определению верхнего предела найдется такое… Такое… Т1… Ну, вот пусть этот верхний предел равен С, а этот нижний предел равен D. Дальше они поменяются местами. Значит, найдется такое… Т1… Найдется Т1… В качестве Т1 можно взять, наверное, все, что… Сейчас, подождите секундочку… Ну, да. Т2… Вот взяли точку Т1. Теперь берем точку Т2 больше Т1… Но так, чтобы значение функции в точке Т2… Так, найдется такая точка Т2… Чтобы значение функции в точке Т2 было бы достаточно близко к нижнему пределу. Так? Что значит достаточно близко? Ну, у нас здесь есть зазор, так чтобы было меньше, чем, скажем, половина расстояния между С и Д. Вот я провел половину. Ну, или если какая-то из констант С или Д больше бесконечности, тогда какой-то произвольный уровень можно взять. Вот. Получится Т2. Затем Т3 мы берем по определению уже вот… Можно найти, чтобы оно было вот здесь где-то. То есть, чтобы было выше вот этого уровня. Потому что из определения верхнего предела понятно, что в любой окрестности точки Т я могу найти что-то, которое даст мне такое значение. Это будет Т3. Потом берем Т4 из тех же соображений, но правее Т3 и так далее. Ну, а дальше, смотрите, если я теперь возьму нижний предел по последовательности по нечетным индексам, у меня просто по построению есть пределы. Может быть, я нехорошо взял. Давайте вот как сделаем. Не посередине, а давайте возьмем систему εN, стремящуюся к нулю, и будем брать D плюс εN. Так. А здесь С минус εN. Вот так. И каждый раз выбирать точки такого вот характера. Тогда мы получим действительно, что по нечетным индексам у нас просто будет существовать предел. Он будет совпадать с нижним пределом. И будет давать С. А по четным будет предел D. Вот. Но почему нужно разделить четные и нечетные? Ну, просто тогда понятно, что если я возьму интервальчик AB, вот такой вот, лежащий целиком внутри интервала CD с рациональными точками, то тогда за счет вот такой вот, вот эта последовательность будет осциллирующая F от TN. Ясно, что я наберу бесконечное количество пересечений снизу вверх, ну и сверху вниз тоже. Вот. И получим противоречие. Вот. Это понятно, да? Так. Хорошо. Значит, с этим разобрались. Вот. Теперь в эту сторону переход. Что если нет разрыва второго рода и непрерывность справа, то тогда надо получить оценку для вот числа пересечений. Ну, хорошо. Значит, вот в качестве упражнения надо будет доказать, это вы уже должны будете доказывать, такое неравенство. Если R меньше S меньше T, то U, F, R, T, AB не превосходит U, F, R, S, AB. Плюс U. Такая почти что аддитивность, но все-таки не совсем. С, T, AB плюс 1. С другими словами, вот у нас интервал RT разделен на две части, и мы смотрим, значит, это неравенство дает связь между числом пересечений снизу вверх на всем интервале и на двух подинтервалах. Ну, это нетрудное упражнение, что бывают случаи, когда просто есть сумма, а бывают, что при переходе, когда вы объединяете эти два интервала, еще одно пересечение добавляется, потому что на одном из них вы это пересечение не засчитываете. Так что вот это упражнение доказать, а я его буду использовать в дальнейшем. Так, что-то можно стереть. Так. 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 Ну, вот теперь вот такая конструкция. Значит, смотрите, у функции f нет разрыва второго рода. Что это означает? Это означает, значит, давайте так напишем, нет разрывов второго рода. Значит, тогда для каждой точки Т из нашего интервала, из И, найдется открытый интервал. Существует открытый интервал УТ, не путать с числом пересечений снизу вверх. Такой что, который, значит, является окрестностью точки Т? Во-первых. А во-вторых, ну вот слово «колебание функции на интервале» – это что-нибудь вам говорит или нет? «Оссилляшн». Русское слово. «Колебание». «Оссиллясьон» – по-французски «оссилляшн». Значит, что это такое? Колебание функции на интервале. Я не знаю, как его обозначить. Ну, скажем, омега ФАБ, там, альфа-бета. Что это такое? Это супремум Ф от Т минус Ф от С по всем Т и С, принадлежащим интервалу альфа-бета. Вот. Это, так сказать, для непрерывной функции это максимум минус минимум, естественно. Для непрерывной. Ну, а вообще, если функция какая-то, то это, значит, супремум вот всех таких модулей разностей. Это колебание функции на отрезке. Бывают еще колебания там в точке, но это сейчас нам не нужно. Когда одна точка фиксирована, а вторая бегает. Так вот, такая, что для каждого вот такой интервальчик, что… Такая, что Т принадлежит И. Вот давайте напишем. Омега Ф на УТ, пересеченное с Т. Сейчас, секундочку. Омега Ф на УТ. А, все понял. Т… Т… Значит, давайте вспомним, что… Как я обозначал интервал И? Я как-то концы его обозначил или нет? Давайте посмотрим. РС. Ага, значит, РС. Хорошо, значит, тогда слева у нас Р, а справа С. Значит, здесь будет ТС. Так. Меньше В минуса. И омега Ф УТ, пересеченное с РТ, тоже меньше, чем В минуса. Значит, смотрите, картинку я сейчас нарисую. Значит, смотрите, вот точка Т. Разрыва второго рода нет. Что это значит? Это означает, что у нас есть пределы справа и пределы слева. Так ведь, конечные по определению. Но если есть предел справа, то что это означает? Нет, это означает, что я могу найти такое маленькое эпсилен, что на интервале Т, Т плюс эпсилен колебание функции, поскольку предел существует, будет меньше заданного числа. В качестве заданного числа я беру разность В минуса. Ну, это и то же самое верно для левой, слева от точки Т. Ну, так вот, взяв два эпсилена, я могу взять одно, и вот такой интервал, который получится, это и будет наш интервал УТ. Это понятно? Нет? Еще раз повторить. Непонятно, да? Нет. Ну, смотрите. Что означает, что существует предел справа? Это означает, что колебание функции в окрестности точки Т, когда это окрестность в правой окрестности, то есть на таком интервале Т… Точнее, нет, Т не нужно включать, потому что про значение функции в точке Т я ничего не знаю. Колебание функции на таком открытом интервале, вот интервал Т, Т плюс эпсилен, станет сколь угодно малым при достаточно подходящем выборе эпсилен. Ну, значит, найдется такой эпсилен, чтобы вот это колебание было меньше, чем В минуса. Вот. Значит, вот здесь у нас как раз… Ну, и то же самое для левой половины. Значит, вот получу интервал Т минус эпсилен, Т плюс эпсилен. Я могу выбрать эпсилен одно для двух, минимальное из двух. И вот этот интервал – это и есть УТ. А здесь стоит просто пересечение с интервалом… Вот здесь стоит… У нас где-то здесь точка Р, а здесь где-то точка С. Вот. И пересечение – это как раз и есть тот маленький интервальчик, который я здесь обозначил вот так. Т плюс эпсилен или Т минус эпсилен Т. Вот. Значит, вот нашли, нашли такой интервал. Хорошо. Теперь, ведь это верно для каждой точки Т. А наш интервал РС компакт. Значит, наши вот эти интервалы УТ образуют… Вот это вот семейство УТ. Т принадлежит интервалу РС. Это открытое покрытие интервала РС. Значит, мы знаем, что из каждого открытого покрытия компактного множества можно выбрать конечное подпокрытие. Правда ведь? Значит, найдется конечное подпокрытие. Вот. Ну, пусть это будут интервалы УТК. Так. Значит, существует конечное подпокрытие. Ну, а теперь посмотрите на картинку. Значит, вот наш интервал РС. И он покрыт конечным числом открытых интервалов. Так. Их конечное число. Ну, так понятно, что можно вот эти точечки, которые тут в пересечении, перенумеровать в порядке возрастания. Правда, все? Значит, давайте делаем их. Значит, вот в порядке возрастания располагаем их. Значит, так что… Альфа – это Р. Меньше… Нет, это равно… Я их буду обозначать, эти точки, которые здесь появятся. Буквой С. Это С нулевое. Меньше С1, меньше С2 и так далее. Меньше С… Там какое-то… Восстанное, которое равно… С. Вот. Вот. Вот они. Значит, на самом деле, я вот эту… …которая в ней, она мне не нужна. Поэтому я начинаю с вот этой точки. Это первая точка. Это Р. Потом идет… Это С нулевое. Потом С1, С2, С3, С4 и так далее. И последнее СН. Вот. Ну и дальше смотрите. Ясно, что каждый интервальчик между образованными соседними точками, на каждом из них колебания будет не больше, чем b-а. Точнее, не больше, а меньше строго. А раз колебания меньше, если колебания меньше чего-то, то если мы рассмотрим полосу ширины, равной этому чего-то, в данном случае b-а, то ясно, что на этом интервале, там, где колебания меньше, пересечений никаких не может быть. Ни снизу вверх, ни сверху вниз. Потому что если бы было хоть одно пересечение, то колебания было бы больше, чем, больше либо равно b-а. А если мы знаем, что оно меньше, то, значит, тем самым получаем следующее, что у, вот теперь уже вот то у, у на интервале, сейчас я напишу его, значит, f, естественно, а здесь интервал с и, с и плюс 1, b-а, а, b, так? Просто равно нулю на каждом таком интервале. Только здесь на открытом интервале. Понятно, да? Раз мы знаем, что колебания меньше, строго меньше, чем b-а. Значит, мы уже почти кончили. Но отсюда следует, значит, тогда, если я рассмотрю вот такую вещь, смотрите, f, а здесь возьму, добавлю крайние точки, s, i, s, i плюс 1. Так, здесь оставлю, а, b тот же самый. Что можно сказать, когда добавляются крайние точки? Сколько может добавиться пересечений в этом случае? Я думаю, что не больше одной, не больше одного. Так что вот это вот не превосходит единицы. Ну, даже если хотите, можете для уверенности поставить там двойку, но и понятно, что ничего... По непрерывности здесь используется непрерывность справа. Потому что, ну, в общем, должно быть понятно. Ну, а теперь, если мы вспомним вот это неравенство, которое я вам предложил в качестве упражнения, то отсюда что же сразу следует? Отсюда будет следовать, что если мы возьмем там же... Ну, там для двух было сформулировано. Понятно, что по индукции оно распространяется на любое конечное число. Ну, и тогда получим, что у f, теперь уже r, s, a, b не превосходит чего? Сколько их у нас было этих интервалов? У нас этих интервалов было 1, 2 и так далее. n, ну, и каждый раз добавлялась единица. Да? Не превосходит, значит... Или n минус 1. Сейчас. 1, 2, n, n, да, n интервалов. n интервалов. По индукции что у нас получится? Получится n минус 1 плюс n равно 2n минус 1. Ну, это неважно. Неважно, если вам кажется, что здесь лучше поставить n, поставьте n, значит, здесь получим 2n. Важно, что оно конечное. Все. Мы получили, что из того факта, что нет разрыва второго рода, вытекает, что для произвольного интервала a, b число пересечений конечного. А это и нужно было доказать. Итак, теперь доказательства теоремы. Значит, давайте докажем, что если у нас есть непрерывность справа, то почти, наверное, его траектория не имеет разрыва второго рода. Ну, что же, очень хорошо. Что мы сделаем? Вот возьмем, используем вот это неравенство 3. В силу этого неравенства, смотрите, какой бы интервал мы ни взяли, а, b, у нас, во-первых, в силу того, что мы предположили непрерывность справа, s, пересеченное с i, можно заменить на i просто. Так? Значит, итак, у нас мы получаем следующее, что для любого интервала a, b математическое ожидание, я буду использовать только вот такой вещи, u i, a, b меньше бесконечности, потому что оно оценивается чем-то, что, каким-то выражением, которое конечное. Так, здесь еще скобки не хватает. Ну, а тогда, что мы получаем? Мы получаем следующее, что, раз мат ожидания, если функция, если случайная величина интегрируема, она конечна, почти, наверное. Значит, тогда получаем, что почти, наверное, u i a, b меньше бесконечности. Значит, это верно для любого a, b. a меньше b, и a и b рациональные. a, b рациональные. Так? Значит, смотрите, ну, стандартным образом у нас счетное число таких интервалов. Для каждого такого интервала есть свое исключительное множество меры ноль, вероятности ноль. Давайте возьмем объединение всех этих исключительных множеств, получим множество, которое тоже будет иметь меру ноль. И уже тогда для омега, которая не принадлежит этому, у нас вот такие неравенства будут выполнены для всех интервалов сразу, с рациональными концами. Ну, и тогда по лемме мы получим, что нет разрыва второго рода. Вот. А это как раз и то, что нам нужно доказать, что с вероятностью единицы нет ра. Ясно это, да? Значит, смотрите, вот здесь у нас, так сказать, омега А, b вероятности ноль, для которого это не выполнено. А потом мы берем омега ноль, скажем, это и есть объединение омега А, b по всем вот А, b рациональным, таким, что А меньше b. А меньше b, по А, b принадлежит ку. Вот. Оно будет иметь тоже вероятность ноль, поскольку счетное объединение пренебрежимых множеств само пренебрежимое. Вот. Ну, и для омега, не принадлежащего этому множеству, выполнены все такие неравенства одновременно. Ну, а это дает полемме первую часть нашего утверждения. Согласны? Так, хорошо. Теперь, теперь, вторая часть. Вторая часть. Вторая часть. Насчет ограниченности на компактах. Ну, хорошо. В этом случае, что мы делаем? Смотрите, вот мы берем, мы используемся, естественно, неравенствами 1 и 2. Скажем, мы у нас, мы знаем, что вероятность того, что супремум Xt t принадлежит i, s можно здесь тоже убрать, потому что есть непрерывность справа, больше альфа, не превосходит некоторые константы, которые зависят от i, так, вот от rs, деленное на альфа. Это вероятность. Ну, и теперь, что надо сделать? Давайте рассмотрим событие, что супремум Xt t принадлежит i, конечен, меньше бесконечности. Это событие есть, можем здесь взять альфа-н, альфа-н и альфа-н стремится к бесконечности, возрастая. Тогда вот эти события будут убывающими, так ведь? Вот, и вероятность их стремится к нулю. Значит, в пересечении мы получим вот событие, сейчас, я прошу прощения, здесь не меньше бесконечности, а больше, равно бесконечности, давайте напишем. Так, равно бесконечности, тогда это будет в точности пересечения всех этих событий. Вот, и получим, что вероятность этого события, это и есть предел вероятности событий а-н, теперь уже событие а-н это вот это событие, а этот предел равен нулю. Значит, с вероятностью единицы траектории ограничены сверху. Ну, ровно точно так же, если использовать второе неравенство для инфимума, получим, что с вероятностью единицы они ограничены снизу. Значит, и это верно для любого компакта. Значит, действительно, второй пункт тоже имеет место. Теорема доказана. Следующий раздел посвящен существованию непрерывных справа модификаций. Так что, давайте сделаем такой подзаголовок. Сначала вот такой предварительный результат. Назовем его теоремой 3, или, да, у нас теорема 2 была, значит, это будет теорема 3. Значит, пусть XT T принадлежит S, где S счетное множество, всюду плотное, в принципе, хотя здесь всюду плотность не важна, но в будущем она будет важна. Хотя нет, нет, наверное, все-таки лучше считать, что есть значит, S счетное. Ну, может быть, даже знаете, как сделать? Можно считать, что процесс задан, что наш супер-мартингал задан на всей оси, а мы будем рассматривать его сужение на счетное всюду плотное множество. Вот, наверное, так лучше сформулировать. Поскольку дальше-то мы будем как раз в такой ситуации. R+, S счетное, всюду плотное множество. Ну, вот тогда сужение, то есть XT, T принадлежит S, сужение нашего супер-мартингала на S с вероятностью единица, значит, почти, наверное, имеет пределы слева и справа имеет пределы слева и справа в каждой точке для всякого T из R+. Вот такая теорема. Значит, давайте введем обозначение HN AB. Это множество. Значит, вот здесь предполагается, что A и B таковы, что A меньше B. Вот. HAB, значит, это что ж такое? Это множество тех омега, для которых число U, вот здесь, чтобы подчеркнуть, что число пересечений зависит от траектории к отвечающей точке омега. Вот я вместо функции F вставляю сюда омега. Омега, здесь S, пересеченное с 0N, AB, это число пересечений сверху вниз, тогда, когда мы рассматриваем траекторию на множестве 0N, но только на счет навсюду плотном подможестве интервала 0N и рассматриваем число пересечений снизу вверх полосы AB. Вот. Ну вот, из неравенства 3, вот неравенства 3, которое вот вы там видите, из него следует, что и теорема 1, естественно, которая уже стерта, следует, что вероятность вот этого множества HN AB, вероятность этого множества, только не этого множества, да, я, может быть, неправильно написал, не закончил здесь, это множество, где вот это число пересечений равно плюс бесконечности. вот так. Так вот, вероятность этого события равна нулю. Вот. Ну а тогда, тогда и вероятность объединения вот этих множеств HN AB по всем N из N, по всем натуральным и по всем А меньше B и AB рациональное. Вот. Такая вероятность тоже равна нулю. Согласны? Значит, давайте вот это множество обозначим через H. Через H. Вот. Значит, P от H равно нулю. Ну а тогда, смотрите, что же получается? Мы можем применить Лемму-1. Значит, для тех Омега, которые не попали в H. Значит, если Омега не принадлежит H, то по Лемме-1 что мы можем сказать? Мы можем сказать следующее, что у нашей траектории нет осцелирующих разрывов. Правильно? Нет разрывов второго рода. По Лемме-1 нет разрывов второго рода. второго рода. Вот. Ну а что это значит? Это означает, что существуют пределы слева и справа. слева и справа в каждой точке. Для каждого T. Для таких Омега. Ну, давайте введем какое-нибудь обозначение, какие-нибудь обозначения для этих пределов. Давайте введем такие обозначения X T плюс от Омега, если мы хотим пощеркнуть, что Омега фиксирована. Это по определению предел справа. Это предел X S от Омега, когда S сходится к T. вот так. И S маленькая принадлежит вот нашему S большому. По счетному всюду плотному множеству. Аналогично X T минус от Омега это предел слева. X S от Омега по S теперь уже сходящимся к T слева и S принадлежит S а точка T произвольная естественно. Значит ну нужно сказать, что не для каждого Омега такие и не для каждой точки T и S не для каждой точки T такие пределы существуют. Но во всяком случае для каждого Омега которая не принадлежит H так вот это исключительное множество меры 0 для каждого такого Омега вот это определение корректно. Такие пределы существуют в силу предыдущего. Так ведь? А если Омега принадлежит H так то давайте просто считать что X T плюс равно нулю от Омега и X T минус тоже равно нулю. Ну можно выбрать любую не обязательно 0 так уж. теперь дальше последнее замечание собственно все уже практически все сделано посмотрите что мы получили вот у нас на самом деле вот здесь даже смотрите ну да почти наверное имеет пределы слева и справа для каждого T вот ну кстати можно заметить еще вот какую вещь что вот это вот исключительное множество раз его вероятность равна нулю то помните в самом начале когда я говорил о непрерывном времени я сказал что мы предполагаем что все сигма алгебры из нашего основного потока сигма алгебры в T пополнены а что это значит это означает что каждая такая сигма алгебра содержит любое пренебрежимое множество то есть любое множество меры 0 вероятности 0 там туда входит это означает следующее что H лежит в F для любого T ну и соответственно H лежит в F бесконечность F бесконечность это наша основная сигма алгебра вот ну вот так так ну и тогда смотрите что можно сказать можно сказать следующее что вот если рассмотреть случайную величину XT плюс так то как предел последовательности случайных величин которые измеримы относительно каждая будет измерима относительно сигма алгебры Fs при S большем T то тогда вот это будет F T плюс измерима измерима где Ft плюс Ft плюс естественно это что ж такое это просто пересечение всех сигма алгебр Fs по S большем T ну и заодно сразу введем обозначение Ft минус Ft минус это вот что такое это сигма алгебра порожденное объединением сигма алгебра Fs по всем S меньшим T так естественно видите в дискретном времени Ft плюс всегда будет совпадать с Ft хотя нет ну если здесь поставить больше либо равно но это неинтересно здесь как раз именно нет нехорошо ну уж во всяком случае это будет в дискретном времени будет совпадать Fn плюс 1 если T это n а Ft минус будет наоборот Fn минус 1 ну не важно так хорошо ну и вот при этом обозначении опять-таки тоже должно быть понятно что Xt минус будет Ft минус измеримо будет Ft минус измеримо ну вот здесь понятно да смотрите вот каждая из вот этих величин Xs она измерима относительно этой сигмалги потому что сейчас давайте так как это лучше сказать значит вот так смотрите вот у нас T а вот S больше T значит понятно что наши величины они измеримы относительно сигмалгебры вот такой вот который ну вот Fs это у нас расширяющийся поток значит при скажем давайте зафиксируем какой-нибудь S с ноликом значит при S меньшем M с ноликом вот при S которая вот здесь они будут измеримы относительно сигмалгебры Fs с ноликом ну и как предел получим что наша вот эта случайная величина будет измерима относительно вот этой сигмалгебры но это верно для любого S с ноликом большего T значит она измерима относительно всех этих сигмалгебр значит она измерима относительно пересечения так как предел да или нет или этого недостаточно ну и Вопрос ко всем. Давайте. Достаточно это или недостаточно? XT+, оно измеримо относительно... FT+, должна быть. Да, оно измеримо относительно любого ФС, потому что, ну, там, с последовательностью ГРМ, если... Да, оно измеримо, видите, я же беру здесь случайные величины с индексами большими Т. Большими Т, так что вот, оно будет измеримо относительно любой сигма-алгебры ФС, вот, из этого семейства. Оно будет измеримо. А я хочу получить измеримость относительно пересечения. Вот с измеримостью для FT- нет проблем, потому что из аналогичных соображений мы получим, что наша случайная величина FT- измерима относительно... Каждый из этих сигма-алгебр. Ну и стало быть, измерима относительно более широкой. Вот, так здесь как раз все получится. А там же наоборот, там сигма-алгебры сужаются. Ну, возьмем прообраз какого-нибудь множества из Р1, он лежит во всех ракахах, он, значит, лежит и в священнике. Да, да, наверное, вот нужно именно что-то в таком духе сказать. Да, да, давайте, действительно так. Да, так что я почему-то думал, что это так сразу и не видно, а на самом деле видно. Да, да, действительно, понятно, да? Хорошо. Так. Ну вот теперь я еще сформулирую одну теорему, и, наверное, на этом все-таки доказывать я ее не буду, а сформулировку я ее приведу. И на этом мы сегодня остановимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА